Грядущие выборы будут отличаться и существенно сегодня краевые депутаты решили, всем, кто будет баллотироваться в Алтайское краевое законодательное собрание, стоит увеличить избирательный фонд. Партиям до 120 миллионов рублей, до этого было 40, а одномандантникам с 2 миллионов до 6. Все, чтобы повысить прозрачность компаний. Теперь порядок, применяемый к агитации, изготовлению агитационных материалов, применяется и к агитации в сети интернет. Дополнительные параметры установит Центральная избирательная комиссия, но в целом эта система будет упорядочена. У избирательной комиссии Алтайского края появится возможность обращаться в Роскомнадзор, для того, чтобы неправомерные материалы блокировать. А следующее нововведение повлияет на судьбу гораздо большего числа жителей. Речь о прожиточном минимуме. Их раньше его формировали с учетом потребительской корзины, то теперь опираться будут на размер доходов. Базовая сумма – это средняя величина доходов в Российской Федерации. Это значит, что половина населения нашей страны имеет доход выше этой суммы, половина ниже данной суммы. Умноженная на 42% от медианной величины – это прожиточный минимум, плюс также учитывается региональный коэффициент. И еще один денежный вопрос – итоги 2020 года для счетной палаты. Больше 100 проверок выявились в финансовые нарушения на 3 миллиарда рублей и неэффективное использование на 500 миллионов рублей. Как в муниципальных, так и в краевых учреждениях. Но, как подчеркнули в счетной палате, в том году нарушений меньше обычного в связи с пандемией. Сама сумма выявленных нарушений для нас не является самоцелью. Мы все-таки ищем такие более системные моменты с тем, чтобы сориентировать правительство, в первую очередь, которое мы считаем своим союзником в деле укрепления финансовой дисциплины, и помогать в этом смысле правительству, для того, чтобы оно получило некий такой взгляд чуть со стороны на деятельность тех или иных министерств, ведомств, либо бюджетополучателей. Отчитался за год и уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов переход на маркировку для производителей мороженого с 1 июня. К этому ни в крайне в России никто не готов. Нет необходимого оборудования. Но в наш регион оно уже идет, заверил уполномоченный. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.